Хоба! Привет, с вами доктор Влад. И сегодня вот у меня уже губы растягиваются, улыбка. Очень интересные сведения о нашем Чикаго. Я вчера ужинал, как раз включил телевизор и застал самый конец выступления нашего мэра, Рэм Эммануэль такой есть. Вот. Ну, я так особо... В конце-то ничего такого особого не было. Но я думаю, что-то неспроста его показывают. Потому что, ну, вообще-то мэра показывают часто, ну, как. Вот где-нибудь он на демонстрации, там немцы какие-нибудь празднуют какой-нибудь свой праздник, свой день, да, германский. И вот он там тоже ходит, с голубыми тоже ходил там. Тоже у них была демонстрация. Ну, такая, не против чего-то. Но просто так веселились, да. Вот, это да. А вот так, чтобы выступать по телевизору специально, там, ну, не знаю. Да. И вот, оказывается, тут, знаете, какое дело интересное. Ну, кто знает, тот знает, что бывший президент США, значит, Обама, Барак Обама, он чикагский наш, он тут работал в правительстве, а потом, значит, выбрался в президенты. Вот. И Обаму, конечно, в Чикаго очень любили. А вот Трамп, когда заступил, ну, во-первых, он сразу против Обамы, там, и против его вот этой медицинской системы, Обама Керрой. Ну, вообще так. Выступал, не по делу. Причем еще вот очень давно, когда Обаму выбирали еще на первый срок, уже тогда Трамп выступил, что якобы, значит, Обама родился не в Америке, значит, ему нельзя быть президентом. Ну, вы знаете, что президентом может быть только человек, который родился в Америке. Вот. И, в общем-то, так сказать, Трампа в Чикаго, мягко скажем, недолюбливали. И вот в последний раз, когда вот он избирался, да, еще в предвыборной кампании, он сюда приехал что-то поговорить. Вот. А его, ну, такое началось, как этот Высоцкий говорил, ну, до того красиво. В общем, короче, едва он спасся. Тут уже не было разговора ни о каком выступлении, его там спасли эти, те, как их, телоохранники, в общем, как-то спрятали, увезли, в общем, от греха подальше. Был такой, да. Посмотрите в истории, так сказать, Америки совсем недавней. Ну, вот. И вот, в общем, вот тут еще, значит, Трамп решил, он все время говорит о том, что нужно выгонять нелегальных мигрантов, вот, и вообще мигрантов. Не знаю, что у него в голове творится. И вот, в частности, Обама, значит, издал такой закон, в соответствии с которым въехавшие в США в детском возрасте нелегалы, имеют право получить вид на жительство, да. Вот. А, значит, Трамп взял и отменил этот указ. Вот. Тут смысл какой? Во-первых, это затрагивает ни много ни мало 750 тысяч человек. Смысл какой? Вот приехала семья нелегалов, да. Ну, вот как-то они живут, ребенка с собой привезли, да. Ну, вот, про них, ладно, разговор. Ну, когда ребенок уже, так сказать, вступает в возраст совершеннолетия, ему уже нужны документы и так далее. Сейчас, секунду. Гришка, качай газету читать. Газета рвет под лес. Это Гришка, Мишка, спокойный. Ну, и вот, 750 тысяч человек, вот этих вот детей, которые выросли, достигли 21-летнего возраста, им же нужны документы. Вот. И Обама пообещал, что они, значит, будут иметь право получить вид на жительство. А Трамп это взял и отменил, к чертям. Вот. И вот дальше, значит, дальше развивается. Дальше развивается. Во-первых, многие, значит, штаты выступили против этого, значит, против отмены вот этого закона. И вот какие-какие-какие штаты, у меня тут несколько штатов перечислено. Ну, Нью-Йорк. Началось это дело с Нью-Йорка. Вот. Потом, ну, еще тут 14 или 15 штатов, да. Вот. Значит, Массачутист, Коннектику, Делавер, Гавайи. Гавайи даже. С островов Айова. Нью-Мексико. Ну, полно. Северная Каролина и так далее, да. Вот. Но этим дело не закончилось. Мэр Чикаго, наш этот Рэм Эммануэль, оказался впереди планеты всей. Вот. И он, значит, выступил и сказал, что Чикаго станет городом, освобожденным от деятельности Трампа. Да. Но это, конечно, очень сильное заявление. И вот, в общем, он сказал так, что мы своих вот этих вот нелегалов, будущих легалов в обиду не дадим. Мало того, со всей страны давайте, ребята, к нам. Мы вас защитим всеми имеющимися средствами. Ну, естественно, легальными. Потому что у мэра и вообще у каждого штата очень много прав. Вот. И я вот подумал, вот, представляете себе, мэр Воронежа, да, говорит, что он не будет подчиняться какому-то закону Путина. Ну, это в страшном сне не приснится. А у нас вот так, ребята. Вот это называется демократия, понимаете? Не то, что там Первый канал пишет, что тут черных убивают на каждом углу и так далее, там, и все такое проще. Нет, вот это вот демократия. Вот он выступил, он имеет право, он законно совершенно выступил и сказал, что, еще раз повторю, мне это приятно повторять, что Чикаго будет городом свободным от Трампа. Вот такие дела. Я со смехом рассказываю, но дело, конечно, серьезное. Но это будет как с мексиканской стеной, которую никто не собирается строить. И, в общем-то, это пустые предвыборные обещания. Это так, работа на публику. Ну, в общем, посмотрим, что дальше будет с Трампом. Я тоже, я не скрываю своего к нему отношения, резко отрицательного к Дональду Трампу. Вот. Ну, что будет? Ну, то будет. Закупайте попкорн, смотрите, как Америка живет. И я буду вам сообщать вот самые такие ключевые новости. Всего хорошего. С вами был доктор Влад.